Привет, друг! Я надеюсь, что ты готов перейти к разбору второй части шестого варианта сборника Рохлова 2022. И как обычно начинаем мы по порядку с линии номер 22 задание на анализ эксперимента. Новое задание в этом году. Читаем. Экспериментатор решил установить зависимость активности дыхания тараканов от температуры воздуха. Для этого он помещал в замкнутую емкость таракана и измерял электронным датчиком концентрацию углекислого газа в емкости через 10 минут. Емкости помещались в термостатируемую комнату с заданной температурой. Оказалось, что чем выше температура, тем активнее накапливался углекислый газ в емкости. Какой параметр в данном случае задавался, а какой параметр менялся в зависимости от этого? Почему с ростом температуры усиливалось дыхание тараканов? Предположите, что будет происходить при более сильном увеличении температуры, будет ли и дальше расти количество накапливаемого углекислого газа. По порядку. Для начала давай представим себе эксперимент. Есть несколько тараканов. Тараканы в банке. Условно. В банку. В банку опущен датчик, который замеряет количество углекислого газа. Эту банку с тараканами, одну, вторую, третью, мы помещаем в разные термостатируемые комнаты, то есть в комнаты с разными температурами. И наблюдаем за количеством выделяемого углекислого газа тараканами. Что из этого задается экспериментатором, а что исследуется, то есть какой параметр изменяется в зависимости от того, который нами задан. Задает экспериментатор температуру. Температура является независимой переменной, то есть той переменной, которая задается экспериментатором. Какая переменная изменяется в зависимости от этого? В зависимости от этого изменяется активность дыхания таракана, но эту активность дыхания таракана мы визуально оценить не можем. Нам нужно оперировать каким-то параметром, каким-то физически ощущаемым параметром, и этот параметр концентрации углекислого газа. Именно поэтому мы датчик опускали, и именно концентрацию углекислого газа мы фиксируем этим датчиком, и это будет зависимая переменная. По количеству содержащегося углекислого газа мы будем судить об активности дыхания таракана. Чем больше будет накапливаться углекислого газа, тем выше, соответственно, физиологическая активность дыхательных движений таракана. Почему с ростом температуры усиливалось дыхание у тараканов? Потому что температура влияет на активность ферментов. Это один из факторов, который усиливает активность ферментов. Чем выше температура, тем активнее ферменты. Чем активнее ферменты, тем активнее метаболические процессы в теле таракана. Например, клеточное деление, активность пищеварения, ну или какие-то другие активные ферментативные процессы. Все эти процессы идут с затратами энергии. И для того, чтобы эти затраты энергии покрывать, нужно производить молекулы АТФ. А для этого в клеточном дыхании с использованием кислорода эти молекулы АТФ должны образовываться. То есть связь здесь самая, что ни на есть прямая. С ростом температуры растет интенсивность метаболических процессов в теле таракана. И эта метаболическая активность требует кислорода для выработки молекул АТФ. Поэтому интенсивность дыхания таракана увеличивалась, чтобы покрыть потребности на кислород для обеспечения активных метаболических процессов. Предположите, что будет происходить при более сильном увеличении температуры. Но до определенных пределов таракан будет становиться все активнее и активнее в дыхании. В нем все активнее будут идти метаболические процессы, и он все активнее будет, соответственно, дышать. Но затем температура поднимется настолько, что приведет к денатурации ферментов. И вот тогда ферментативная активность упадет, метаболическая активность упадет, и, соответственно, и дыхание таракана снизится. Будет ли и дальше расти количество накапливаемого углекислого газа? Ну, если таракан помрет из-за того, что у него денатурировали все ферменты, определенно дальше дышать он не будет. А значит, и накапливать углекислый газ тоже не будет. Давай проверим свой ответ по заложенному в сборнике. Независимая, задаваемая экспериментатором переменная – это температура. Зависимая, изменяющаяся в результате эксперимента – это концентрация углекислого газа. Чем выше температура, тем активнее идут все процессы в организме, поскольку активность ферментов растет с температурой. При определенной температуре скорость накопления углекислого газа начнет снижаться, поскольку активность ферментов будет снижаться из-за денатурации, и в какой-то момент животное погибнет. Как альтернативный вариант ответа. Хорошо. Задание номер 23. Определите отделы, к которым относятся растения, изображенные на рисунках. Укажите признаки, по которым вы отнесли их к этим отделам. Ну, слева определенно это отдел маховидные, а справа это покрытосеменные. Как мы это определили? Оперируем только рисунками, то есть мы должны объяснить, как на основе рисунков мы поняли, что это именно маховидные или именно покрытосеменные. Маховидные. Перед нами кукушкин лен. Это мы с вами знаем, потому что мы собаку съели на изучении растений. У него нет корней, как и у всех маховидных нет корней. Тело дифференцировано на надземную и подземную часть, но подземная часть представлена резоидами, а надземная побегом. Этот побег гометофит, листостебельная часть. Но вот о половой принадлежности побега мы не можем судить по рисунку. Ну, в плане, где там гометофит, а где гометофит ли это. Но, что нам визуально точно бросается? Это вот эта специфическая часть, это коробочка на ножке. Коробочка на ножке это спорофитное поколение мхов, которое паразитирует на гометофите, который является листостебельным растением. Так вот, паразитирующая часть в виде коробочки на ножке, это то, что визуально нам подсказывает в том числе, что перед нами мох, кукушкин лен. Ну, а еще можно сказать о мелких, слабо дифференцированных листочках, о плохо выраженных стеблях. Ну, на мой взгляд, это тоже можно привести. Теперь, как мы определили, что справа здесь покрытосеменные? Ну, конечно же, характерными чертами покрытосеменных является наличие цветка, наличие плода. А вот перечислять здесь про клубеньки, например, абсолютно неуместно, потому что это будут черты уже семейства бобовые. А значит, вы не разбираетесь в том, что такое признаки отдела и что такое признаки уже классов, семейств и так далее. Поэтому здесь приводим только то, что помогает нам определить, что перед нами покрытосеменные, а не голосеменные или папоротниковидные. А на это указывают плод и цветок в первую очередь. Ну, можно еще полностью сформированное листочебельное растение, дифференцированное на стебель, листья, корни сказать. Но голосеменных тоже эти черты все есть. Чем представлены спорофиты у этих растений? Спорофит маховидных – это коробочка на ножке, которая паразитирует на гометофите. Спорофит покрытосеменных – это полное листочебельное растение, дифференцированное на стебель, листья и корень. Больше здесь особо и нечего сказать. Давайте посмотрим, что предлагает нам ответ. Первое – отдел маховидные. Корни отсутствуют, есть резоиды. На верхушках побегов развиваются коробочки со спорами спорогоны. По цифре 2 – отдел покрытосеменные, наличие цветков и плодов. Чем представлены спорофиты? У маховидных спорофит – это спорогон, коробочка на ножке, которая паразитирует на гометофите. У покрытосеменных спорофит – это взрослое растение со всеми вегетативными и генеративными органами. Но вторая часть не обязательно для засчитывания ответа. Вопрос номер 24. Ищем ошибки в тексте. Расшифровка генетического кода. Генетическая информация, содержащаяся в ДНК и в ИРНК, заключена в последовательности расположения нуклеотидов молекулы. Это вводная фраза, она, конечно же, правильная. Генетический код обладает определенными свойствами, и это тоже вводная фраза, тут сложно допустить ошибку. Было установлено, что генетический код триплетен, то есть в состав нуклеотида входит три составляющие – азотистые основания, дезоксирибозы и остаток фосфорной кислоты. Конечно, триплетность генетического кода не в этом. Суть триплетности в том, что одна аминокислота кодируется тремя нуклеотидами. Следующее, четвертое. Генетический код универсален. Это значит, что каждый триплет кодирует только одну аминокислоту. Здесь немножко из разных свойств взято название и формулировка. Универсальность генетического кода – это значит, что генетический код одинаков для всех живых организмов на планете Земля. И у всех одинаково кодируются одни и те же аминокислоты. А вот описание «каждый триплет кодирует только одну аминокислоту» относится к свойству однозначность. Здесь ошибка. Внутри гена триплеты следуют один за другим без пропусков. Это корректно. Шестое. Существует один бессмысленный триплет – стопкодон, который заканчивает синтез белка и не соответствует ни одной аминокислоте. Таких бессмысленных триплетов, стопкодонов, три, которые действительно заканчивают синтез белка и не соответствуют аминокислотам. Расшифровка генетического кода – важнейшее открытие XX века. Бодная, ничего не значащая фраза. Проверяем. Предложение номер три. Код триплетен. Три нуклеотида кодируют определенную аминокислоту. Четыре. Универсальность – это единство генетического кода для всех организмов. Либо альтернатива – триплет кодирует одно аминокислоту – это однозначность генетического кода. И шестое. Существует три стопкодона, которые прекращают синтез полипептидной цепи. Все верно. Задание номер 25. Это задание из ЕГЭ 2020 года, которое попалось мне. Анализ пищевых рационов растительноядных позвоночных показывает, что наибольшее число животных, питающихся травой и корой деревьев, встречается среди млекопитающих. Тогда как среди птиц их значительно меньше. Какое принципиальное отличие в строении пищеварительной системы имеется у всех млекопитающих по сравнению с птицами? Какие приспособления сформировались у птиц в связи с питанием растительной пищи? И укажите значение этих приспособлений. Ну, раз уж это задание было у меня в чистом виде, и у меня есть бланк ответа на него, давайте проверим, что же я тут ответила на это 25-е задание. У млекопитающих, в отличие от птиц, в ротовой полости есть зубы, позволяющие перетирать волокнистую растительную пищу. Наличие целлюлозных клеточных стенок в клетках мертвых покровных тканей и мертвых волокон механической ткани делают растительную пищу трудноизмельчаемой. Клювом измельчить растительную пищу до удобоваримых размеров затруднительно. В связи с этим у птиц в связи с питанием растительной пищи появляется зоб, в котором происходит набухание пищи и ее размягчение. Дифференциация желудка на железистую и мускульную части. Это характерно для всех, но растительноядным более полезно. Не знаю, мне показалось, что это нужно написать на всякий случай. Но ошибки тут точно нет. Где в железистой части пищевая масса обрабатывается ферментами, в том числе расщепляющими целлюлозу, а в мускульной части осуществляется перетирание пищи, компенсирующее отсутствие зубов. Поведенческая адаптация, которая сводится к заглатыванию камешков, способствующих перетиранию пищи в мускульной части желудка, опять же компенсация отсутствия зубов. Ну и последнее. Плюс у всех птиц кишечник короче, чем у растительноядных млекопитающих, что снижает качество переваривания компонентов пищи, требующих длительного расщепления. Это, видимо, я посчитала нужным сказать в связи с самым началом. То есть вот с водной ситуационной частью задания. То есть почему среди растительноядных позвоночных млекопитающих больше, чем птиц? Вот. А теперь давай взглянем, что же предполагается как ответ по сборнику. У млекопитающие, в отличие от птиц, имеют зубы. Дифференцированные зубы позволяют этим животным перетирать твердую растительную пищу. У растительноядных птиц выражен зоб. Зоб помогает размягчать растительную пищу. Птицы заглатывают камни. Камни перетирают растительную пищу благодаря сокращению стенок желудка. У меня не совсем выражен вот этот пункт. Я сделала скорее акцент на том, почему у птиц с этим проблемы, нежели на то, что млекопитающим позволяет справляться. Однако 3 балла за свой ответ я получила по этому заданию. Задание номер 26 попалось мне в том же самом варианте, того же самого прошлогоднего ЕГЭ, которое было 2020 года, не 2021. Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут использовать одну из двух возможных стратегий для поддержания численности вида. При R-стратегии организмы имеют высокую скорость размножения, а при K-стратегии, наоборот, размножаются медленно. Классическими R-стратегами являются кролики. За счет каких особенностей размножения они достигают большого прироста численности за короткий промежуток времени, в каких условиях среды стабильных или переменчивых. Такая стратегия наиболее выгодна, и объясните почему. Задание кажется страшным, потому что чаще всего K- и R-стратегии при подготовке к экзамену затрагиваются весьма поверхностно или вообще не изучаются. И поэтому это задание испугало некоторых. Но на самом деле тут все сказано в самом условии. Все, что нужно знать о K- и R-стратегах, причем в том же самом количестве, в каком это изучается, если даже изучается в школьной программе, дано в условии. K-стратегии размножаются медленно, R-стратегии размножаются быстро. R-стратегами являются кролики. Объясните, почему кролики размножаются быстро? Фактически в этом весь вопрос. Ну и давайте посмотрим, что я ответила на это задание. Принадлежность кроликов к R-стратегам и их быстрый перерост численности объясняется коротким периодом внутриутробного развития, рождением нескольких детенышей за одну беременность, коротким периодом зависимости от родителей, однако этот период с забой о потомстве, и быстрым наступлением полового созревания. Отсутствие моногамных отношений, такая стратегия наиболее выгодна в изменяющихся условиях среды, так как быстрое наращивание численности позволяет быстро восстанавливать популяции при ее сокращении из-за изменения среды обитания. Среди большого количества особей с большой вероятностью произойдет мутация, способствующая выживанию, а значит быстрее будет осуществляться процесс адаптации к изменяющейся среде обитания. Так я ответила на ЕГЭ. Давайте посмотрим, какой заложенный ответ на это задание. Большое число детенышей в помете, несколько пометов за один сезон, ранняя половозрелость, используется R-стратегия в нестабильных переменчивых условиях среды, и благодаря большой численности быстрой смене поколений часть особей сможет подстроиться под новые условия среды. Задание номер 27. Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны. Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5 штрих конца. Рибосома движется по ИРНК в направлении от 5 к 3 штрих концу. Ген имеет кодирующую и не кодирующую области. Фрагмент начала гена выглядит вот так. Нижняя цепь матричная, транскрибируемая. Что нужно выяснить? Определите последовательность аминокислот. Объясните последовательность решения задачи. При ответе учитывайте, что полипептидная цепь начинается с метионина. Для выполнения используйте таблицу генетического кода. При написании и последовательности указывайте направление цепи. Это простая абсолютно задача. Нам сказано, что нижняя цепь матричная. Чтобы определить последовательность аминокислот, нам нужно сперва выяснить ИРНК. По условию нам сказано, что синтез нуклеиновых кислот начинается с 5 штрих конца. Если нижняя цепь матричная, значит слева будет 5 штрих конец по принципу антипараллельности. Как раз это значит, что мы можем спокойно двигаться слева направо здесь. Напротив гуанина цитозин, напротив аденина урацил, потому что в ИРНК нет тимина. Напротив тимина аденин, напротив аденина урацил, ну и дальше в том же духе. У нас есть последовательность ИРНК, и нам нужно синтезировать последовательность аминокислот. Но нужно определить, с чего начинать. По условию сказано, что последовательность полипептидов начинается с метионина. Заглядываем в таблицу генетического кода, метионин кодируется всего одним триплетом на ИРНК. Это АУГ. Значит, наша задача найти АУГ в этой цепочке. А вот он, АУГ. Значит, синтез полипептида начинается с третьего нуклеотида. На ИРНК или ДНК, не суть. АУГ. Ну и вот теперь мы можем по таблице генетического кода, придется, конечно, сейчас бегать туда-сюда вверх-вниз, определяем последовательность аминокислот. Первое – это метионин, он никуда не девается. Дальше. АГУ. АГУ – это сер. Это легкая задача. Здесь не нужно искать несколько кодонов, определяющих метионин, потому что это не сказано по условию. Если бы была такая заковырка, нам бы сказали, что длина полипептида не меньше, например, 4 аминокислот или что-то в этом духе. Здесь все просто и поверхностно. Давай проверим себя по ответу. Первое, что мы сделали, это, используя принцип комплементарности и принцип антипараллельности, на матрице нижней цепи ДНК синтезировали молекулы информационной РНК. Ее мы сверять не будем, потому что это больно муторно, но если у нас совпадает полипептид, значит все верно. Дальше мы говорим, что аминокислоте метионин соответствует кодон АУГ, а значит синтез полипептида начинается с третьего нуклеотида или с триплета АУГ на ИРНК. Ну и потом говорим, что по таблице генетического кода с ИРНК мы определили последовательность аминокислоты. Если последовательность верна, значит все в порядке. Так, проверяем себя. Или серарг, или... О, мед серарг или или вал. Мед серарг или или вал. Все верно. По текстовому оформлению. Последовательность ИРНК сказали, аминокислоте соответствует кодон, синтез полипептида начинается с третьего нуклеотида, и последовательность аминокислот выглядит вот так. Заключительное, чем мы сегодня займемся, это решением задачи по генетике. При скрещивании растения кукурузы с нормальными блестящими листьями и растения с надрезанными матовыми, все потомство получилось нормальными матовыми. В анализирующем скрещивании гибридного потомства внезапно получилось вот такое вот расщепление. Хотя в анализирующем скрещивании должно было получиться один к одному, к одному, к одному. Но оно не такое. Составьте схемы решения, схемы скрещивания, укажите генотипы, фенотипы и ля-ля-ля, объясните формирование четырех фенотипических групп. Четыре фенотипические группы, причем в странном соотношении, это результат нарушения сцепления генов при крысинговере. А значит, перед нами сцепленное наследование и сразу решаем мы его тоже как сцепленное. Скрестили с нормальными блестящими и надрезанными матовыми и получили все потомство с нормальными матовыми. А значит, нормальные листья и матовые листья это доминантные признаки. А надрезанные и блестящие это рецессивные. Все потомство единообразно, значит каждый из родителей является гомозиготным, дигомозиготным. Первое скрещивание. Растения с нормальными блестящими листьями. С нормальными блестящими в горизонтальной форме записи будет А большое, А большое, Б малое, Б малое. Но перед нами задача на сцепленное наследование. А значит, лучше записать в вертикальной форме записи. Вот так. Это позволит нам не запутаться в дальнейшем. Второе растение с надрезанными матовыми. Значит, А малое, А малое, Б большое, Б большое в горизонтальной форме записи. А мы будем записывать в вертикальной. Нормальные блестящие и надрезанные матовые. Гометы. У первого растения гомета А большое, Б малое, у второго А малое, Б большое. И вот тут важно правильно записать потомка в Ф1. В вертикальной форме записи это позволит нам минимально допустить ошибки во втором скрещивании, если записать вертикально. Это растение с нормальными матовыми листьями. В горизонтальной форме записи генотип будет А большое, А малое, Б большое, Б малое. Это тоже, конечно же, с нормальными матовыми листьями. Но! Скажите, а как сцеплены гены? Вот в такой форме записи легко запутаться. Нужно постоянно сцепление держать в голове. А тут все понятно. Одну гомету ставим сверху, другую гомету ставим снизу. И вуаля, у нас правильный генотип. Переходим ко второму скрещиванию. Берем гибрида из первого скрещивания. А большое, Б малое, А малое, Б большое. И скрещиваем с гомозиготной рецессивной особью. Тоже в вертикальной форме записи. Нормальные матовые. А это получается надрезанные и блестящие. Надрезанные и блестящие. Гометы. У второй особи только один тип гомета, А малое, Б малое. А вот у первой особи сразу четыре типа гомет. Первые два образуются в результате простого расхождения хромосом в разные гометы. Это А большое, Б малое и А малое, Б большое. Это не кроссоверные гометы. А второй тип гомет образуется в результате кроссинговера, когда рандомная разбивка в хромосомах приведет к перекресту генами между двумя хромосомами. И получится А большое, Б большое и А малое, Б малое. Это кроссоверные гометы. Кроссоверных гомет, как правило, образуется меньше, чем некроссоверных. И именно из них получаются впоследствии маленькие группы потомков. Второе поколение, Ф2. Пересекаем гометы между собой. А большое, Б малое, А малое, Б малое. А малое, Б большое, А малое, Б малое. А большое, Б большое, А малое, Б малое. И А малое, Б малое, А малое, Б малое. Здесь нужно вернуться к задаче и посмотреть, какие числа есть у нас для потомков. 128, 131, 40, 38 Потомки вовсе не обязательно именно так распределены Сейчас я объясню, почему я их так расписала Для начала давайте подпишем еще фенотипы этих потомков В горизонтальной форме записи первый генотип будет выглядеть как а большое, а малое, а малое, а малое Если вам так удобнее анализировать, то можно их переписать в горизонталь И расписывать фенотипы таким образом Это будут нормальные с блестящими листьями Это будут надрезанные с матовыми Это будут нормальные с матовыми и надрезанные с блестящими Почему именно так я подписала цифры? Пока что просто, чтобы их не забыть Но, конечно же, мы не знаем, какие именно группы каким числам соответствуют А значит, должны альтернативные варианты предусмотреть Первые две группы потомков образовались из некросоверных гомет Некросоверные гометы это те, которые образуются в результате простого расхождения двух хромосом в разные гометы Их, как правило, больше, поэтому именно сюда я подписала большие цифры Но вовсе не обязательно, что первые группы именно 128, а не 131 Поэтому в скобках или через или мы пишем, что этой группы 128 или 131 А второй, соответственно, 131 или 128 Этих будет 40 или 38, а этих будет 38 или 40 То есть мы точно не знаем Мы знаем только, что вот эти две точно большие, а вот эти две точно маленькие Вторые две группы, маленькие группы потомков, образовались из кроссоверных гомет Кроссинговер это явление спонтанное, случайное и, как правило, не слишком широко распространенное Поэтому из них получаются маленькие группы потомков И все, это законченная мысль Давайте посмотрим, что нам дает ответ на это задание Здесь в горизонтальной форме записи И давайте проверим Нормальные блестящие листья с генотипом Большая, малая, б малая, б малая, 128 или 131 Большая группа тоже, а малая, малая, б большая, б малая Надрезанные матовые листья, 131 или 128 И две группы с маленькими численностями Нормальные матовые и надрезанные блестящие Присутствие в потомстве двух больших фенотипических групп 128-131 с нормальными блестящими листьями Или И-131-128 с надрезанными матовыми Примерно в равных долях Это результат сцепленного наследования Аллелей А-большой и Б-малая И аллелей А-малая и Б-большой между собой Две другие малочисленные фенотипические группы 40 и 38 образуются в результате кроссинговера Допустимо, вертикальная форма записи Здесь очень важно Если в решении не определено сцепление генов И задача решена по схеме анализирующего скрещивания И вы еще вдобавок вот здесь вот Не написали числа Значит, вы не поняли, что это сцепленное наследование И задача в этом случае будет оценена у вас в 0 баллов Вот такая вот история Ну что ж Спасибо за то, что посмотрел это видео Спасибо, что решил этот вариант вместе со мной Я надеюсь, что все прошло успешно Я надеюсь, что ты обратил внимание на то, чего ты еще не знаешь И сейчас отправишься это повторять или изучать Желаю тебе успешной подготовки Увидимся в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok